Вы смотрите город С, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Любой город это люди, которые в нем живут и в зависимости от этого он либо процветает, либо страдает. Мне очень приятно сегодня, когда мы только что отметили день рождения Самары, у нас в студии заслуженный строитель России, почетный гражданин города Самары. В прошлом генеральный директор строительно-монтажного треста номер 11 Виталий Симонов. Здравствуйте, Виталий Алексеевич. Здравствуйте, Инесса Вячеславовна. Конечно же, праздничные мероприятия еще свежи у всех в памяти и хочется поговорить с вами именно о Самаре сегодня. Скажите, пожалуйста, многие из нас говорят, любимый город, родной город и, может быть, ничего не вкладывают в это понятие. Что значит родной город для вас? Действительно ли он для вас родной? Ну, безусловно, безусловно и трижды безусловно родной. А родной почему? Потому что я в свое время связал свою судьбу, ну так, видимо, Бог мне подал свыше, с необыкновенной организацией, прекрасным трестом номер 11, трестом, который построил промышленную безымянку, трестом, который начал социальные объекты оттуда, с стороны проспекта Кирова. И мы потом шли навстречу от Полевой до Алматинской практически. И вот этот весь путь пришлось пройти с трестом. Я ни в какой другой организации не работал. От института я и до пенсии был в одном коллективе. Конечно, для меня сегодняшний день вообще необыкновенный, потому что отмечено действительно героическое, по сути дела, подвиг отмечен коллектива моего родного треста. Мне не пришлось в военные годы работать. Я пришел в трест, когда ему было 19 лет. Не так много. Но за первые годы, с 43 по 46 коллектив треста получил орден Трудового Красного знамени за свой подвиг, за свой необыкновенный героический труд. Конечно, для меня Самара это, ну не просто набор зданий, объектов там, улиц, каких-то скверов, парков. Для меня Самара это каждый, значит, объект, которому я могу прикоснуться и могу сказать, это мой объект. Почти все. Конечно, мы сделали колоссальный, провели труд. И для современных строителей мы создали городскую среду. Мы сделали дороги. Мы сделали инженерные коммуникации, которыми только подключайся. Конечно, мы проложили, ну, как пионеры, заложили новые сетки улиц. Их же не было совершенно, значит, от Полевой, повторяю, до Алматинской. Это, ну, были свободные площадки, заросшие деревьями или кустарником, значит, пространство, озера какие-то, значит, которые мы по ходу дела какие-то засыпали, какие-то, наоборот, очищали, как это случилось с Воронежскими озерами. Да, для меня, конечно, город это все. Это, ну, действительно, мое любимое, мое необыкновенное. И я, конечно, проходя сейчас по городу, любуюсь тем, что привносятся новые. Да, мы в свое время занимались, конечно, переселением жителей из подвалов, полуподвалов, из бараков, из неприспособленных коммуналок. И у нас была задача совсем другая в 20 веке – дать людям жилье. То, что мы видим сейчас, в 21 веке, с приходом особенно Николая Ивановича Меркушкина, нашего губернатора, и когда мы уже видим новые бульвары, абсолютно новые материалы, которых мы не имели в прошлом, ни отделочных, скажем, для того, чтобы фасады были более яркими, долговечными, надежными, мы этого не имели. Но мы имели другое, мы имели колоссальную, значит, направленность быстро делать объекты. Для нас не существовали какие-то там препятствия. Если надо было школу сделать к 1 сентября, 30 августа, чтобы был последний мазок сделан, мы это делали. Мы вводили до 4 школ в год. А то, что, начав школу, скажем, в декабре предыдущего года, а 30 августа она уже была задействована, это было нормой. И, конечно, вот для меня сейчас преображение городов в смысле и архитектурном, и в смысле, значит, благоустройства территорий, но это просто, ну, бальзам на душу, если можно так сказать, строителю. Виталий Алексеевич, вот вы сказали, что материалов таких у вас не было, и техники у вас такой не было, как работает сегодня. Конечно, и технологии, и так далее. А завидуете немножко сегодняшним строителям, что у них все это есть? Вы знаете, Инна Светиславовна, конечно, завидую. Если бы мы в то время имели такие материалы, скажем, отделочные там на полы, на стены, на фасады, ну, безусловно, мы бы делали город более нарядным и необыкновенным, но мы сделали зато свое дело. Мы, значит, обустроили среду обитания, в которую современный строитель приходит по готовым дорогам, практически подключаясь к готовым коммуникациям. В этом можно только, скажем, действительно завидовать современным строителям. Но у нас была своя судьба, своя была эпоха, свои были герои. И, конечно же, значит, вкупе вот это все дало вчерашний праздник, на котором мы присутствовали рядом с нашим губернатором, на трибуне, почетных гражданей области и города. Это было необыкновенно, конечно. Виталий Алексеевич, вы говорите, были у вас свои герои. А в чем героизм строителей того времени? А героизм строителей в того времени в преданности своему делу, в преданности своим бригадам. Ну, достаточно вспомнить Петра Парховича Мачнева. Это же необыкновенная была личность, пришел из армии в Трест и как бы прописался в нем до самой смерти, по сути дела. И, конечно, то, что делал он своей бригадой, он совершал подвиги, всякий раз, на всяком объекте. Когда он первый применил способ, когда уходили его молодые ребята в армию, он заводил на них книжку, откладывали там, они буквально по червонцам. Бригада собирала? Бригада, откладывала на книжку. И когда он всегда возвращался в свою родную бригаду, они ему устраивали свадьбу на накопленные деньги бригадой. Это было что-то. Это удивительно. Это было необычно. И, конечно, наших достаточно вспомнить таких преданнейших людей своему делу, как Роза Алиховна Мусина. Мусина, которая завершила свой трудовой путь с дачей ключа от филармонии, которую она вложила всю свою душу, сердце. Она не выходила замуж из-за того, что она так любила стройку. Вы можете себе представить? Она посвятила свою жизнь объектам. Она их любила безумно. Я многих, ну, будучи уже руководителем первым, всегда приводил в пример ее. Пришли на объект. Полюби этот объект. Сделай так, чтобы он стал для тебя родным. Сделай так, чтобы ноги тебя сами несли к нему. Чтобы ты в него привносил не только душу, знания и, значит, какие-то свои, эти самые, движения души. А ты должен прописаться в него. Ну, просто войти своим всем существом. И когда ты вот так полюбишь объект, он будет необыкновенным. Вот интересно, сегодня такое происходит или нет? Надо кого-нибудь из современных строителей спросить. Вот надо современных попытать, да. Но у нас это было. Вот таких. Я могу привести десятки таких фамилий. Ну, видимо, время у нас, конечно. А вот вы... Считается, что каждый мужчина должен себе построить дом. Вот вы себе построили город. А какой из ваших объектов ваш самый любимый, который нравится больше всего? Ну, вы знаете, конечно, объектов, которые мне нравятся, от всей души их много. Но самыми-самыми дорогими для меня, конечно, является филармония, музей Ленина-Алабина, Белый дом, конечно, которому я посвятил жизнь от первого кирпича на Росверк и до установки флагштока и полюбил, конечно. Когда мы заканчивали его, я, как ответственный за строительство этого объекта, назначал оперативкой в десять ночи для того, чтобы, приезжая на объект, руководители наших суподрядных подразделений, они находили своих рабочих. А то получат, как говорится, по затылку. Поэтому, значит, мы, конечно, делали все для того, чтобы довести до совершенства объект и ввести его на отлично. Что мы сделали из филармонии на отлично, и, значит, дом правительства на отлично, и музей Владимировича Ленина тоже на отлично. Виталий Алексеевич, а никогда вам не хотелось что-то изменить в тех проектах, в тех заданиях, которые вы получали? Может быть, вы видели, что надо как-то иначе что-то? Вы знаете, Инесса Вячеславовна, значит, я в этом деле, может быть, особенный инженер. Я не только хотел, я их практически все поменял. Редко можно найти фасад какого-то нашего здания, где бы не коснулась моя рука в этом плане. Значит, это касается, например, написания даты рождения объекта. Вот если вы увидите на каком-то фасаде, это работа Симонова, считайте. Значит, это какие-то элементы, улучшающие его качество. Ну, например, на общежитиях были в подоконных частях кирпичной кладки шукатурные вставки, фрагменты. Ну, для шукатурки надо под весной летов, юлюльку, туда надо этих девчат, значит, подвешивать и до девятого этажа тянуть на тросах. Значит, я предложил туда декоративную кладку кирпичную, кирзинка, корзинка, пила там или выступающей части тычком кирпича. Это навечно, это красиво, это игра светотени во время, значит, солнечного освещения хорошего. И таких очень много объектов. Ну, а уж если сказать в таком большом масштабе, то достаточно побывать на детском садике Русичи. Обычный, панельный, типовой детский сад мы превратили в сказку. И вот стараниями, конечно, маньями. Вначале наш рабочий класс на меня косился, потому что я их заставлял делать все тщательно. А когда они начали видеть, что появляется нечто сказочное, они сами ко мне говорят, ой, Виталий Васильевич, вот так сделать можно будет лучше. И, конечно, детский сад получился первым в нашей области однозначно в свое время. Это был 1984 год, юбилей был как раз нашего города, Самары. И он и по сей день великолепен. Это и резьба по дереву, и чеканка по меди, и мраморные полы, и дополнительный бассейн, и дополнительный вход с пирамидой, с флюгером, флагштоком. У нас там были башни из бутого камня, над каждой башней шатеры, и там свой символ. Башня под рыцарем, башня под мишкой, башня под котом и так дальше. И это было, конечно, изменение проекта полностью, вот и до. А вот тогда-то, наверное, за это по шапке можно было получить, за изменение проекта? Все можно было. Ну, вы знаете, это настолько мне помогло потом, когда я работал на Кубе. Там я сделал изменение схемы монтажа блоков покрытия на гигантском кабинете. 13,5 гектаров кровли. И та технология, которая была предусмотрена, она обрекала этот объект на долгие годы завершения. А применив вот этот башный кран, мы сделали все это вовремя, и обещанные строителями кубинскими Фиделю ввести комбинат к 30-й годовщине штурма казар Манкадов, все состоялось. И недавно я посмотрел энциклопедию по Кубе, 600 миллионов квадратных метров ткани уже выпущено этим комбинатом, вот к которому приложил, значит, я как инженер руку. А кубинцы, когда я уже уехал с Кубы, увеличили фотографию мою, значит, председателем правительства Кубы, Хуаном Альмей-Добовским, и назвали меня отец конвейерной линии. Вот для меня это было, конечно, прекрасно, и я до сих пор горжусь этим. У меня проект лежит дома, я его привез оттуда как, ну, память о вот этих необыкновенных годах. Да, там было много сделано инженерных предложений, почему? Потому что, ну, так я, так, скроен, что ли, значит, от природы, и от Господа Бога, что ли, вот таким образом. Ваше имя просто золотыми буквами вписано в одну из улиц нашего города, я имею в виду Стару Загору. Улица эта необыкновенная, она на самом деле вся буквально пропитана вот духом нашей дружбы с болгарами, с болгарским народом. Скажите, пожалуйста, а ну, а вот сами болгары, они же приезжали, пока все это делалось, строилось как-то, вот как сотрудничество тогда развелось? Я вам, значит, абсолютно честно скажу и, как сказать, авторитетно, почему? Потому что я с ними встречался, мы с ними ездили по объектам, и мне вот я фотографии принес, там мы запечатлены и на фоне филармонии строящейся, и на фоне промышленного райкома партии, и на фоне нашего треста, где мы их принимали, как бы сказать, гостей, были всякие там встречи, значит, рассуждения о технологиях, о новых материалах, о новых инструментах. Например, мы им подарили в свое время затирочную машинку для штукатурных работ, чему они были страшно удивлены, потому что мы увеличивали вдвое или втрое даже производительность труда при штукатурных работах. И мы им их подарили целый комплект. Конечно, они с радостью к нам приезжали, а уж то, что мы им показали кинотеатр «Шибко», как говорится, символ не только, значит, нашего взаимопонимания, взаимоотношения, а символ вообще двух народов, символ освобождения болгар от 65, как говорится, 650 лет под болгарским игом были, под турецким игом были болгары. Поэтому, конечно, им нравилось это дело. А когда показали им цветное, значит, панно на торце дома, девятиэтажного, то они вообще были в восхищении. Значит, болгарин, русский и, как говорится, символ неразрывной дружбы двух народов. Что и было в свое время. И я уверен, вернется все на круги своя. Не может не вернуться. В любой дружбе ведь не бывает без взаимности, да? Вы вот им машинку подарили. А научились ли чему-то мы от них? Ну, учились, значит. Я когда был сам в Болгарии в 1965 году, то я увидел, значит, необыкновенное качество штукатурки фасадов. Вот так, как делали болгары, мы не умели. Мы не умели не потому, что, значит, не умели, а потому что темпы, которые нам диктовало время в то время, они не предполагали разведение раствора на месте, частями, долями малыми и нанесение на поверхности. Мы их наносили из больших объемов, привозимых с заводов. И вот, а ведь раствор, он имеет свойство быстро, как говорится, застывать. И поэтому мы в него добавляли воды, ну, наши рабочие, конечно, не понимая, что вода – это враг цементов и бетонов. Добавил воды, все, там прочность меняется сразу в разы. Вот, значит, и это нам мешало. И, конечно, наши фасады не были такими качественными. И не случайно, когда мы перешли к шлукатурке фасада нашей церкви, знаменитой в Екатериновке, я нашел бригаду «Болгар» для того, чтобы сделать это, как говорится, на века. Вот это был, вот, как бы сказать, опыт, который мы оттуда привнесли. Ну, более того, когда мы обменивались делегациями, наш управляющий Липский, Интерфим Борисович в то время, с нашими бригадирами, ведущих бригад, Мачнев, Цыганкова, там, Брыженков, плотники, ездили туда, в Болгарию, а мы заканчивали как раз Белый дом, дом правительства. И нам, значит, понравились в них отделочные материалы, обои, таких, которых у нас не было. Они нам подарили целый там вагон. И мы практически первый этаж отделывали вот болгарскими материалами. Ну, как бы сказать, элитный ВИП-здание, но проблем. Дорогая история. Виталий Алексеевич, понятно, что все объекты были важны. И школы нужны были, и детские сады, и магазины, конечно же, и кинотеатры. Но, наверное, в то время, о котором вы рассказываете, все-таки первоочередное – это было строительство жилья. Людям же нужно было переезжать в комфортные условия. Вне всякого сомнения, значит, для нас, для Треста, для коллектива, ну, так были мы воспитаны. Жаль, что, конечно, это прекратилось, но оно вернется на круги своя. Для нас всегда ввод жилья, каким бы он ни был огромным, мы вводили до 112 тысяч квадратных метров коллектив в кирпичном исполнении. Это огромные объемы. И, конечно, для нас ввод жилья – это было, ну, просто вот как отчинаш. Если там запроектировано или в титул записано, там, 78 тысяч, там, 90 тысяч квадратных метров, мы делали абсолютно все. Мы шли на любые затраты. И не случайно в связи с этим Трест долгие годы был убыточным. Потому что на кирпиче много не заработаешь, тем более шаманить что-то в те годы – это было абсолютно исключено. Были бы объекты прескурантные, вот там, где вообще, значит, вот до копейки все контролировалось. Но когда шли затраты на ввод, мы шли на все. Мы во многих случаях даже переходили через сметные показатели. Но мы обеспечивали ввод. Обязательно. Таких не было у нас годов, я вообще не помню. Чтобы мы не обеспечивали ввод жилья. Ну, как, Виталий Алексеевич, строители же кирпич не завезли, раствор не завезли. Как обеспечивать срок? Все было, значит, мы выходили из этого ситуации за счет перебора времени, я бы так сказал. Часто мы продленкой, ну, термин такой был, работаем продленкой. Если с 8 до 6 был рабочий день, то мы работали и до 8, и до 9. Были такие случаи, что просто перерабатывали. Да, нарушали мы в какой-то степени трудовое законодательство. Но люди шли на это, понимая, что эти же квартиры нужны и их семьям. Только из-за одной сознательности шли, как правило, мотивировать зарплаты. Нет, ну, мы, конечно, и платили, ну, сознательность. Сознательность, там людям надо что-то покушать. Ну, надо сказать, что, конечно, объем, размер, масштаб зарплаты был небольшой. Небольшой. Ну, такое было время. И сознательность, наверное, преобладала даже. Ну, мы, во всяком случае, конечно, работали почти все субботы. Вот, как бы нагоняли время за счет этих вот приемов. Ну, я уж не говорю о руководителях. Мы вообще работали с утра до ночи. Не случайно у руководителей той эпохи, той времени, по одному ребенку. Дураки, конечно, были, однозначно. Ну, так было, вот таковы мы были герои своего города. Строили город, да. Герои своего города, да. А те люди, которые въезжали в построенные вами дома, встречались ли вы с новоселами? Слышали ли от них какие-то слова, может быть, бажонарности? Ну, честно тоже говорю, абсолютно честно. Вот вспомнить таких, которые бы, значит, были там, значит, бурчали, что-то там, высказывали недовольство, кривые от кост, там обои отклеились, да, но где-то протекло или прочее. Ну, не было. Я не помню таких случаев. Как правило, это были люди благодарные. Мы ведь для того, чтобы заселить дом быстрее, чтобы он обживался, чтобы он не растаскивали ничего из подъездов, мы заселяли иногда, ведь осенью или весной, без асфальта. Ой, это же грязь. Мы выкладывали деревянные тротуары. Люди с радостью въезжали и по этим деревянным тротуарам. Они входили в новое жилье, обживали его, обустраивали, что-то привносили свое. Но они входили в наши квартиры, в которых жить можно полностью. Ведь сейчас вот показывают иногда сюжеты, да, покажи квартиру недавно, давай поженимся. Так он показал свои, значит, кирпичные стены. Это его квартиры уже, значит, он должен их делать сам. Нет, у нас этого никогда не было. Мы и пошукатурены, и наклеены обои. В первые годы были, так называемый, накат, специальными валиками делали рисунок на стенах, чтобы, ну, улучшить, значит, интерьер этого помещения. Ну, так вот было. Так вот было. И я не помню, чтобы кто-то что-то уж сильно там высказывал. Единственное, на моей памяти есть, значит, из промострой проекта. Женщина приходит лет 45, сын у нее 7 лет, значит, Виталий Алексеевич. Мы получили в Приворском микрорайоне квартиру напротив радиоцентра. В то время были эти вышки, которые давали грандиозные излучения. Вообще там, значит, стоял бульдозер и играл. Вот у нас были такие случаи, я наблюдал, значит, бульдозер стоит, железяка, да, и играет. Она говорит, я переехала из центральной части города, квартира была неудобной, коммунальной, в хорошую, прекрасную квартиру. Ну, я не могу там жить. Я чувствую, что мне плохо. Поменяйте мне. Мы ей поменяли квартиру. Тогда это было возможно. Тогда это было возможно. Ну, мы делали их там тысячами. Да. Виталий Алексеевич, Самара та, которую еще вы помните, и Самара сегодняшняя, это две огромные разницы, это огромный город. И, наверное, пришли мы в конечном итоге к тому, что стало очень сложно у нас ездить по улицам. И поэтому вот этим летом наблюдаем просто по всеми, я не знаю, мне кажется, нет квадратного сантиметра в городе, где не ведутся какие-то работы, не укладывается асфальт, делаются плитки тротуарные, много чего. Безусловно, это доставляет неудобства при движении, но все, мне кажется, понимают, что это надо сделать, и потом будет здорово. Вы тоже же наверняка ходите, видите. Как строитель, что вы можете сказать о том, как активность сейчас ведутся? Как строитель я только могу низко поклониться нашему губернатору и нашему мэру Николаю Ивановичу Меркушкину и Олегу Борисовичу Фирсову. За то, что они взялись за город, наконец-то. Мы дождались этого звездного часа. Я живу на проспекте Ленина-1, ну так называемый дом Козлова, мною же построенный всего-навсего за 9 лет тысячу квартир. И я сейчас вижу бульвар, который сделан уже на Осипенко. И у нас, наконец, во дворе полностью разбитую проезжую часть местный проезд начали делать прекрасными материалами. Низкий поклон нашим руководителям современным. Ну а то, что делается в городе, это вообще феномен. Это то, что мы, наконец, самарчане, ну дождались до нашего действительно звездного часа, что город стал приводиться в порядок, ну проехать достаточно Новосадовую, да. Это же фантастика. Я водила с 50-летним стажем. Я, конечно, город знаю, кроме того, что я его прошел ногами, весь, абсолютно, от Самарки до Волги, да. Вот по этому поперечнику. Конечно, я езжу по городу и вижу эти, ну, колоссальные изменения. А что сейчас делается в районе самолета Ил-2? Наша работа, кстати. Мы этот монумент в свое время делали. Ну, его сняли, сейчас поставят потом на место. Арку, спасибо, оставили ипподрома. Мы ипподром построили, его снесли. Считаю, правильно сделали. Конечно, правильно сделали, что завод Масникова вынесли и завод 4-й ГПЗ вынесли из центральной части города. Такие города, мегаполисы, не должны иметь промышленные предприятия в своей среде. Мы, когда в свое время я еще работал, мы ездили в Таллинг к эстонцам, значит, на экскурсию. У них все промышленные предприятия за 15 километров от города. Однозначно, правильно. И так и должно быть и у нас. Вот так. Виталий Алексеевич, ну, город мы с днем рождения поздравили, но у нас еще один день рождения ожидается. Это день рождения вашей любимой улицы Старозагора. И я думаю, что сегодня, наверное, можно обратиться к кому-то именно по этому поводу, если у вас есть такое же. Ну, однозначно, конечно, мне очень хочется поздравить в первую очередь кого? Жителей наших самарчан. 17-го, как вчера сказал Олег Борисович, наш мэр, наш глава города. 17-го намечается день улицы Старозагора, которые какие-то будут там мероприятия, безусловно. К этой дате будут подобраны основные, огромные работы по благоустройству и цветников, и фонтанов, и там, значит, бульвара проезжей части дороги. Особенно в районе Старозагора от улиц Советской армии до Нововокзальной. Там вообще колоссальные изменения. Ну, кроме фасада кинотеатра Шибки, ну, вчера я, конечно, высказал вот это, ну, как бы сказать, свое неудовольствие в том, что Шибка оказалась в частных руках. И, конечно, частнику не под силу сделать там грандиозные изменения, но наш глава города сказал, я Шибку не отдам, я все равно ее верну в город. А вернув в город, это сделаем мы его символом вообще замечательным, а то, я говорю, иначе, если только его снесут, как Самару кинотеатр, который мы построили в Дубовой роще, выкупили, снесли кинотеатр Самар на 1200 мест. Красавец. Необыкновенный, нужный для того, этого спального района, значит, объект. Поставили прибыльный дом монолитный. Ну, вообще, это, конечно, дикость. И то же самое ожидает место под Шибкой. Тогда надо переименовывать улицу в Стамбульскую. Вот такая история. Но мы о празднике все-таки с вами. О празднике я вот еще раз повторяю. Хочу поздравить от всей души наших самарчан с праздником этой улицы. Конечно, сказать огромное спасибо нашим руководителям и, значит, нашему губернатору Меркушкину, Николаю Ивановичу, который средства выделил на эти мероприятия. И, конечно, главе города Анфетисову Олегу Борисовичу, Галине Геннадьевне Андреяновой, нашему, как говорится, спикеру городской думы. За те, конечно, дела, за те усилия, которые вместе с городской думой они сумели сделать все-таки. Это непросто изыскать такие возможности. Поэтому с праздником вас, дорогие самарчане, отдыхайте на этой улице. Там действительно столько появилось садовых диванов, новых уголков озелененных, столько цветов. Виталий Алексеевич, а я хочу поздравить вас с этой датой, с датой очень важной, наверное, вашей жизни. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Ну, а нашим зрителям напомню, что рядом со мной сидит человек, который построил 4,5 миллиона квадратных метров жилья и улучшил жилищные условия более чем 90 тысячам семей нашего города. Виталий Алексеевич, а я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Поздравляю с юбилеем улицы Старозагора и благодарю вас за ту память, которую вы оставили нашему городу. Спасибо. Спасибо. Увидимся в городе С. До свидания.